Гордума. Коротко о важном. Где-то они в большем объеме проводятся, где-то в меньшем. Вот будем эту проблему сегодня разбирать. Не знаю, кому из наших гостей этот вопрос, но давайте мы такую небольшую вводную дадим. Сколько в Кирове всего муниципальных садов и школ? Сколько из них нуждается в серьезном ремонте, сколько в косметическом? У нас на сегодняшний день в городе 59 общеобразовательных школ, 7 учреждений дополнительного образования и 146 детских садов. В той или иной степени в ремонте нуждаются все. Где-то косметический ремонт, все остальные нуждаются либо в частичном капитальном ремонте, либо в серьезном капитальном ремонте. Потому что, сразу объясню почему, да? Потому что практически все эти образовательные организации, о которых мы говорим, были построены еще в советское время. То есть это более 30 лет назад? Даже больше. У нас даже есть детский сад, это номер 204, который построен в 1934 или 1937 году. В том-то и дело. Поэтому, безусловно, эти детские сады и школы, которых очень много, 50-х годов постройки, конечно, не нуждаются в серьезном капитальном ремонте. Если мы сравним, примерно сопоставим те, кто нуждается в серьезном ремонте и в легком таком ремонте, это примерно 50 на 50, да? Где-то половина. Или поменьше. Я думаю, что вот совсем серьезным, так что вот уже, знаете, от подвала и до крыши, и наоборот, от крыши до подвала, это процентов 40. Остальные у нас нуждаются в частичном капитальном ремонте. Есть план какой-то, да, вот ремонтных работ? Конечно. Составлен он. Сколько вообще там, ну вот ежегодно, например, получается ремонтировать? Конечно. Ежегодно составляются планы ремонтных работ по всем учреждениям. Основные виды работ, которые у нас включаются в эти планы, ремонты кровель, пищеблоков, фасадов, замена ветхих конных блоков, замена инженерных сетей. Если говорить о примерной потребности в приведении в нормативное состояние зданий, в отношении детских садов, она у нас составляет порядка 589 миллионов рублей. В отношении общеобразовательных школ и учреждений доп. образования порядка 485 миллионов рублей. Но это не маленькие деньги. Да. Это мы говорим о всех учреждениях и о всех зданиях, которые необходимо привести в нормативное состояние. Конечно, таких темпов работы и такого темпа выделения денежных средств на сегодняшний день нет. То есть разом такие деньги не найти? Конечно, их не найти. Здесь ведь дело-то вот еще в чем. Мы, наверное, года три назад составили общий вот такой реестр видов работ по каждому учреждению образовательному. То есть у нас есть полное понимание, сколько крыш надо отремонтировать, сколько фасадов, сколько окон. И по каждому учреждению тоже мы понимаем, какие виды работ необходимы. Конечно, возникает аварийная ситуация. Это даже не обсуждается и всегда находим бюджет. А когда нужен срочный ремонт. Конечно. Вот весной крыши потекли и, безусловно, сразу же изыскиваются деньги для ликвидации этой ситуации. Ну а так в плановом режиме, конечно, мы когда утверждаем бюджет в декабре месяце, безусловно, выделяем деньги и на капитальные ремонты, и на текущие ремонты. Вот на 2024 год решением ДУМ еще от декабря месяца у нас было выделено 137 миллионов на общеобразовательное учреждение, учреждение ДУП образования и 64 миллиона на детские сады. Но вот это наши бюджетные деньги. Мы понимаем, что такой объем нам бюджетными средствами муниципальными не ликвидировать все эти недостатки, не отремонтировать. А какие тогда есть выходы? Про окна, например, я знаю, что депутаты попробуют свои средства на наказы. Не свои, бюджетные средства. Мы выделены им средства на исполнение наказов избирателей. Эти деньги, да. Вот эта программа по замене ветхих оконных блоков, она уже четвертый год действует, и мы ее, депутаты, держим на контроле и по-прежнему деньги выделяем. В этом году у нас 23 миллиона выделено денег из наказов избирателей на эти нужды. Хочу сказать еще об одной важной проблеме, тоже она относится к капитальным ремонтам. В прошлом году у нас депутатами на Думе было принято решение о том, что нуждаются не только здания детских садов в ремонте, но и территории. Площадки, прогулки, прогулочные. И только прогулочные, и входы, и входы к детскому саду. А, и подъезды, да, да, да. Подъезды – это другая программа. Подъезды к детским образовательным учреждениям – это уже не первый год программа действует, и мы еще приняли программу трехлетнюю, и каждый год, в бюджете города Кирова будет выделено 100 миллионов на асфальтирование территорий детских садов. В этом году мы сделаем 28 садов, причем мы договорились таким образом, что будем синхронизировать работу по асфальтированию подъезда к детским садам и асфальтирование территории. Ну, чтобы все вместе, чтобы два раза не загонять. Технику туда. Вот эта тоже программа была предложена депутатами. Депутаты выделяют средства, конечно, и на текущий ремонт, и на ремонт теневых навесов в детских садах. Теневые навесы – это веранды. Это веранды, да. Это веранды. Но вот я хочу сказать о том, что здесь депутаты у нас очень серьезно работают. Каждый депутат в своем округе знает все детские образовательные организации, знает их проблемы, держит на контроле и четко взаимодействует с департаментом образования. И вот я еще региональным координатором партийного проекта «Новая школа» являюсь. И у нас бывают ВКС с Министерством просвещения. И сейчас уже четко мы понимаем. Значит, с 2022 года действует федеральная программа по капитальному ремонту школ. В 2022 году у нас в области, не в городе, было отремонтировано 15 школ. Своевременно никаких проблем не было. В 2023 году у нас не было капитального ремонта школ. В этом году ремонтируется 6 школ. В области, и из них одна в городе, ВТЛ, Вятский технический лицей. А в эту программу как-то надо заявляться? Конечно, конечно. У нас в эту программу... Документы подают, там конкурс какой-то, наверное. Конечно. Основными условиями вхождения в эту программу было наличие разработанной проектно-смертной документации и наличие положительного заключения государственной экспертизы проверки проектно-смертной документации. В 2022 году эта работа была организована, и в отношении 54 школ муниципальных городских данные документы были разработаны, получены, были положительные заключения и заявка от муниципального образования города Кирова была направлена в отношении всех школ на период 24, 25, 26. Согласно результатов конкурсного отбора, у нас от муниципалитета попало только 18 школ на 2026 год. А, то есть мы ждем, получается, да? Мы ждем, да, это будет. Через год еще будет. Но здесь сейчас очень радостная новость. В послании президента федеральному собранию было сказано Владимиру Владимировичу Путиным о том, что эта программа будет продлена до 2030 года. То есть шансы есть еще получиться. Поэтому мы очень рассчитываем на то, что и те оставшиеся школы тоже войдут. Причем эта программа расширилась, и, как отметил наш президент в своем послании, по многочисленным просьбам, высказываниям наших жителей пора переходить к федеральной программе капитального ремонта детских садов. И такая программа начинает функционировать с 2025 года тоже по 2030 год. То есть документацию надо готовить сейчас? Вы абсолютно правы. Сейчас у нас как раз поручено Департаменту образования подготовить проектно-сметную документацию, пройти государственную экспертизу, получить положительное заключение на 41 садик. Потому что мы понимаем, что эти садики нужно ремонтировать срочно. Процент износа нам понятен. Поэтому вот у нас сейчас такие большие планы. Нам нужно срочно-срочно все это разработать. Чтобы быть готовыми к моменту, как только запуск, так сразу все. Чтобы войти в программу. Иначе у нас не будет ПСД с положительным заключением госэкспертиз, мы просто в нее войдем. А оснований в нее попадать нет. Совершенно верно. Как со школами было? У меня еще одна мысль возникла, пока мы говорим. А вот про бизнес думают или не думают? И в городской администрации, и в городской думе. То есть, может быть, какие-то предприятия. Раньше же, помните, Лариса Анатольевна, были же подшефные. Нет, они были не подшефные, они были ведомственные. Ведомственные садики. Прямо вот, там, АвиТЭК у него свои садики, у Лепса свои садики, у Сельмаша и так далее. Нет, они же были все переданы муниципалитету. У нас сейчас все образовательные организации либо муниципальные, либо частные. Но у нас сейчас ведь есть программа КРТ, комплексного развития территории. И сейчас у нас застройщики, они строят детские учреждения, поликлиники и передают их городу. Вот сейчас у нас в Прибрежном, этот микрорайон Риверпарк, да, там строится детский сад на 150 мест. На Прибрежном бульваре он будет передан городу. Город расширяется. И в новых микрорайонах там пока не нужно ремонтировать, там нужно строить. Этим вопросом тоже занимаемся, разрабатываются ПСД, строятся садики. Ну вот у нас за последние годы 22 садика построено. И понятно, что большая часть их как раз в новых микрорайонах. Там, где молодые семьи. Там, где строится быстрыми темпами жилье. И большой объем ввода жилья, да. Он очень быстро ведь строится, да. Это чистые пруды у нас проблема. Это у нас Солнечный берег, это у нас Урванцево, сейчас Озерки. Все новые микрорайоны, красивые, молодежные, можно сказать, они все нуждаются в садиках. Там строим. И работа по разработке, и проектно-смертной документации продолжается. И по строительству садиков. Вот у нас сейчас строится садик в Курочкино. Это уже большой микрорайон строится, вот у нас на потреб кооперации. Там не было ни садика, ни школы. Сейчас строится и садик, и школа. Поэтому, конечно, администрация в курсе этих проблем, и, конечно, этим вопросами занимаемся. Но, что хочу сказать. Вот только что проговорили с начальником отдела, дошкольного отдела департамента образования. У нас в этом году все детки с 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах, причем еще 400 мест свободных. Другой вопрос, что они не все по месту жительства. И, конечно, это вызывает недовольство родителей, и оно понятно. Ну да, приходится возить ребенка, да? Конечно. Конечно. Но сейчас уже путевки выдают, даже вот Светлана Антоновна сказала, с года. То есть у нас сейчас можно в садик попасть с года. Неужели кто-то таких малышей сдает? Очень многие отказываются, то есть предлагают путевки. Вот у нас, например, достаточно совершенно места в Коминтерне, на Лепсе. На сегодняшний день мамы в полтора года отказываются брать путевку. Они готовы, с ребенком сидеть, до трех лет имеют возможность. Поэтому на сегодняшний день места есть. К сожалению, пока не по месту жительства. Проблемные районы я уже назвала. Мы понимаем, да, что это и молодежные микрорайоны, вот эти новые, где большое количество жилья. И в центре города, может быть, потому что плотная достаточно застройка, да? Ну, там, где строится, конечно, не с такими темпами, но все равно мы же видим, что жилье новое возводится. Ну и сейчас у нас же ориентир на многодетную семью. Поэтому я думаю, что наши семьи будут и третьего ребенка уже семью выпускать. И четвертого. Да, в общем, властям города надо готовиться. Есть над чем работать, абсолютно. Спасибо большое нашим гостям. Лариса Копысова, заместитель председателя Кировской городской думы. Андрей Суходоев, заместитель начальника департамента образования администрации города Кирова, были у нас в студии. До свидания. Всего доброго. Всего хорошего. Коротко о важном.